Итак, вы уже готовы создавать листинг при помощи отличного инструмента от компании InfiniEye, который помогает это сделать очень быстро. Но для этого нужно обязательно сначала привязать ваш eBay аккаунт в кабинете InfiniEye. Сейчас мы это сделаем. Идем в наш кабинет, нажимаем продукт, пакет Prime, инструменты и настройки eBay. Вот здесь нам нужно получить новый токинг, то есть специальную ссылку или специальный код, который генерирует система и привязывает наш eBay. Давайте сначала заполним вот то, что здесь нам предлагается. Здесь есть, это как бы не обязательно, мы можем поставить на ON, открыть. Это в случае, если вы будете получать кэшбак с какого-либо интернет-магазина, значит тоже сюда должно быть включено. Итак, PayPal, FIS, здесь мы выбираем, что у нас другой аккаунт, 3%, то есть интернациональный. Дальше, здесь вы вставляете ваш email PayPal, который привязан к вашему eBay. Затем выбираем No Store, 10% с нас будут брать. То есть это комиссия eBay. У нас нет своего магазина, мы пользуемся магазином eBay. Чуть ниже мы должны вставить американский индекс любого штата. Не страшно, если вы там не живете, мы можем это очень легко найти в интернете. Итак, идете в браузер и пишите индексы Америки. Скажем, я нашла такой сайт, есть очень много. Можно даже на сайте shepito.com зарегистрировать адрес американский. Ну, скажем, можно взять любой. Вот я нашла штат Флорида, да. Копирую этот индекс или просто переписываю. Здесь вы можете написать штат или город. Вы, конечно, можете написать любой, как вот только взяли сейчас. То есть этот индекс должен быть обязательно относиться к этому штату. Вот штат Флорида. Если вы взяли другой, значит, индекс проверяете в интернете. Но, конечно, я рекомендую лучше взять тот, что вы реально привязали на вашем Эбэе. Это делается в двух случаях. Или вы можете пойти в настройки и добавить здесь в аккаунт сеттингс ваш адрес американский. Уже оттуда взять штат и код. Или если вы делали первый раз листинг, то вы помните, что мы там могли нажать изменить location. И вместо вашего адреса, вашей страны, любой вашей страны, но не Америки, мы вписывали какой-то индекс. И нам сразу система выдавала этот штат, автоматически находила. Вот с вашего этого аккаунта, с листинга, если вы делали, вы можете уже после первого выставленного товара написать именно этот индекс. И тогда он будет такой, как у вас там в аккаунте. Здесь мы ставим цифру 3, вот вы можете видеть, даже подсказки есть от компании. И listing duration, вы можете выставить любой, но тоже рекомендуется как бы на месяц ставить, хотя можете в любой момент поменять. Все, после этого нажимаем save settings, то есть сохранить данные. Вот система нам показала, зелененьким написала, что все отлично добавлено. Теперь еще нам нужно здесь добавить наш логин в eBay, какой у нас там числица мы давали, и выбрать американские штаты или Англии, если вы торгуете на Англии. Значит, оставляем Америку, скажем, и пишем наш логин eBay. После этого нажимаем save, сохранить. Сохранили. И теперь нажимаем зелененькую кнопочку get token. Взять код. Или привязать наш eBay. Теперь система нас попросит зайти в eBay аккаунт. Заходим с нашими данными и видим, что нас поздравляет. Система хочет привязать нам Infinii коммерцию к нашему eBay аккаунту. Нажимаем I agree, я согласен. И все. Ура. Вот у нас код сгенерировался и все в порядке. Мы в любой момент можем, если что-то там у нас неправильно или переделать хотим, можем нажать disconnect, отключить и сделать все по новой. Это все легко. А теперь мы должны просто проверить, что у нас этот листинг уже открылся. Идем на опять наш пакет Prime и eBay заходим. И вот видим, что у нас уже открылся наш инструмент. Автоматическое составление листинга. Знайте, что после первого, который вы сделаете вручную на eBay, вы тогда уже можете сделать здесь из кабинета. На этом привязка нашего eBay к аккаунту Infinii закончена. И мы можем начинать нашу работу.